Боже, милости, будем не грешны, земные поклоны. Создай в имя Господи, помилуй меня. Весчастлаве согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно из всякого истину блажительства Богородица, Боже, преснобоженную и пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херубим и славнейшую воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово, рожешую и сущую, Богородицу Те величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей, Матери, силы щаснага Желтворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благослови, человеколюбец. Аминь. Поясных три поклона. Боже, милостью, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Немного о молитве нужно сказать. Молитвый человек, даже совершенно ничего не знающий, пытается, не зная, как Бога назвать, не зная, чего просить, а просто словословие во всяких рассказах появляется. Но это и в Библии говорится. И особенно, когда большая нужда. Нужда – это означает притеснение. Или от болезни, или от людей. И Давид говорит, когда я наказывал, обращались ко мне и льстили языком своим. Льстили. То есть на молитве человек обещает, я вот то и то буду, потому что очень опасно. Жизнь уходит. А потом все отхлынуло и забыл. Теперь что делать? Мать приходит. Сын мой в Афганистане дал обещание Богу – не женись. Потому что смертельная угроза была. Теперь отхлынуло все. И теперь опять все начинается через женщину. Ну, дал обещание. Жизни не было бы. Она есть теперь. Бог дал. Теперь все по-другому. Но ты не знаешь, что через день жизни-то не будет никакой все равно. Потому что нет дальше благословения. Другой принял монашество. Ну, еще у него возраст такой. Да и по природе-то все у него были многодетные. Это в Барнауле у нас. Я говорю то, что видел. Ни слова не говоря, сватается к ней. А там девчонка-то прям против него никакой. Он богатырь настоящий. В дальнейшем это будет баритон или кто. Им будут хвалиться театры других государств, что он у них есть. Вот какой человек. И она отказала ему. То ли видела его характер буйный, то ли что. А что теперь делать? Он принял. Принял монашес. А дальше это новая Ирина попадается. Все. Отрекся. От прежнего. И бог отнял веру. Я ему говорю, он даже слышать о боге не хочет. Все отнято полностью. Другой пошел в баню, а сын смотрит сзади у отца. У него крест на спине. Это уже пишут где. Почему? Монах. Он даже скрыл. А он у него увидел. А что это такое? Ну вот теперь что это такое? Они в стиле языком своим. Притом это очень часто бывает. Заблудился в пургу человек. Это в нашей местности было. Ну бился, бился, видит, что все, конец никакой. Обещаю, господи, я мяса не буду никогда есть. Ну почему-то на мясе все. Видно, вкусно. В деревне. Только проговорил, смотрит, что-то чернеет. Он вперед. Мельница. А там мельник. Он там и ночевал. И остался живой. Но этот выдержал. Мяса не есть. Он все время помнил об этом. Почему? Говорит, лучше тебе не обещать. Ибо Бог на небе, а ты на земле. Я против обещаний всяких вот этих клятвенных с присягой там. Но если уже дал в монашество или в беде какой, все, замри. Умри, но не нарушай. Вот такое должно быть отношение. На молитве проверять надо себя. Не будь, говорит, как искушающий. Припомни, не нарушил ли я что-то. А потом, когда человек уже затрет всю эту жизнь своей заботами новыми, суетой, суетой. И не знаю-то почему, у меня ничего не получается. Ребенок учится молиться. Ребенок. Мы можем изменить в своей жизни многое благодаря Богу. Что нам Бог дал веру. Веру христианскую. И плюс веру православную еще. Когда считаешь, как одна жена министра Пакистане, оставленная она, обеспеченная. И она обратилась к христианству. И книга написана, зарядите. Я отваживаюсь или как, назвать его отцом. Так? Я осмелилась. Осмелилась. Балтис. Потому что у мусульман этого нету, что изменять судьбу. Попал в трясину, тонет. Ну, значит, выгодно так было или как? Бог распорядился. У нас не так. Мы в любой обстановке просим Бога. К нам обращаются. Они заболели. Только благодарить. Если так разобраться, это высшая ступень словословия у них. Он даже не просит. Это первая, простительная. Вторая ступень, благодарение. Третье словословие. И вот становишься на молитву. Я по счастьям иногда рассказываю, как это было. У Давида же тоже это было. Смертельная опасность. И вдруг мирное время. Где он по горам бегал, по ущельям и нигде не упал. А дома с крыши упал. Упал. Увидел, что женщина голая моется. Зачем подсматривать-то было? Ну а дальше, а дальше второй грех сделал. И все полетело. И дитя умерло. И царство отнял Бог. Всех жен отнял. И кто? Сын родной. А без солом. Поэтому. А я забыл, может быть. Забыл попросить Бога. Бог силен дать это. Сегодня ищут, где легче. У нас были люди, которые ходили на наши занятия, а потом ушли. Ну, через кого они приходили, спросили, почему? А я поститься не могу. Я буду ходить в эту церковь, там ничего не требуется. Нам говорили это сотни, если не тысячи раз. Ничего не требуется. Батюшка грехи возьмет, снимет. Это обман. Иоанн Залтаус говорит, что если священник не накладывает за грех и пятимию церковное наказание, он гибнет сам, в первую очередь. И губит того, кого допускает до причастия. Ну, а при чем тут я? Мы пришли в церковь, не знали, как крестить. Тебе не надо рассуждать. Оба упадут в яму. Слепые вожди слепых. Слепец ведет слепца. И упадут оба. И уже ссылаться не надо. Тебе Бог дал разум. Ты смотри. Рассуждай. Гляди. Мы видели и знаем людей, близких к нам приходили, когда в полном порядке, чистота, как люди молятся. Никаких движений нет. Он все равно туда тянется. Почему? Ну, понимаете, у нас одна такое сказала. У меня сын вернулся из заключения. Он за убийство сидел. Ну и дома-то у меня ад. А я когда прихожу, она в общем у нас хорошая сестра такая была. Я как из ада в рай попадаю. У меня такой этот перепад. И в температуре во всем. А когда я хожу, вот тут Покровский собор у нас. Я как будто бы из одного места в другую никуда не выхожу. Из ада в ад. Прямо такими словами вот все и говорит. Ну, это ничего можно на это сказать. Потом еще раз вернулась. Потом ушла, ушла с концом. Почему? Ответственность несут тех, которые допускают. Ее в храм не надо запускать. Там петимья есть. За аборт. Если аборты включить, правило Василия Вика II. Все. Попы здесь стоят рьяно. Они стоят и всех направляют в яму. Ну, а если всех так делать за аборт. А их тут у нас, если женщин взять, ну только старухи. А репродуктивного возраста, чуть не на сто процентов такие. Ну, да ты и поступи так. Ну, если так, оглашенный изредитель, так и я должен выйти. Да выйди, сделай это одолжение. Выйди из храма. Запри его на замок. Золотовец говорит, неужели нет ни одного благоразумного, чтобы заперли храм и ключ забросили куда-то в море. Поэтому на молитву становиться надо обдуманно. Если веришь, лукавство проще. И скажи, да будет воля твоя, когда мы молимся об этом. А то нас обвиняют, особенно на меня. Вот вы. Внешнее, внешнее, внешнее происходит от внутреннего. Где поклониться? Сколько поклонов? Церковь установила. Сегодняшние безобразники, пираты в черных рясах. Они все это разрушили. Воюют открыто против канонов. Что это за каноны? Шестой Вселенский Собор, второе правило, говорит. Сии трубы Духа Святого. Духа Святого. Что угодно будут делать, где угодно объединяться, но только не по канонам. А слов Божие они вообще в руки не берут. И поэтому был такой человек, всесоюзный старост, а то есть лицемер Калинин Михаил Иванович, он говорил, здоровье дело рук самих трудящихся. То есть заботиться о себе. Не пей, не кури, у тебя дело будет. И молитва это дело самих трудящихся. Мы предстали перед Богом. Великий пост. Сегодня последний раз в церкви будет считаться до пятой недели поста до среды канона Андрея Критского. Четвертая часть. Некоторые в жизни никогда не ходили. Им рассказываешь, говоришь, что у нас на русском языке можно что-то понять. Своим я говорю, не про чужих-то. Так и не приходят. Нету. И некоторые даже еще и Библию не прочитали. Нету. Приняли правильное крещение, все, но засохли на одном месте. А как? Ну я не знаю как, я знаю только это в Божьих руках. Если ты поморешься, Бог встряхнет тебя, подбросит, поймает, чтобы ты не разбился. И ты увидишь за горизонтом что-то другое. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешего, яка не коллижа благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзь за уста мои недостойно. Восхвалю имя Твое, Святое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присны. И во веки веков, аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи везде ссы, и вся исполняя сокровища благих жизней подателю. Приди и вселися вны, и очисти меня от всяких скверных. И спаси блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сыну небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припаданьте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, 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 если Божия, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна, возвил меня си Господь, ум и просвети из сердца, и с ним и отверзивая же петите, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и комогерая Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал еси обычный, и в нечаянии лежащего возвигл мне еси. Во ежаутриньте словослоите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твоя Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Можем взять псалтыр. Иконы покажи. 148-й псалом. Аллилуйя. Хвалите Господа с небес, хвалите Его, Вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились. Поставил их на веки и веки, да устав, который не приедет. Хвалите Господа от земли, хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его, единого, превзнесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя! Аллилуйя! Пойте Господу петь новую, хвала Ему собрание святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона, да радуются о Царе Своем. Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах Своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обыду острый в руке их. Для того, чтобы совершать мущение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмоши их в оковы железные, произведет над ними суд писанный, «Честь сия всем святым Его! Аллилуйя! Аллилуйя!» Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, Хвалить его на звучных кимвалах Хвалить его на кимвалах громогласных Все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя Слава Свою Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что уторг меня от Твоих руки оградой, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Спадал меня, Господи, возлюбить Тебя теперь та же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атаем Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во седние жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону, подчинить меня себе и пребладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Сыто, Ангел Божий, хранитель-покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгоните от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удались и скверны, и лукавые, и хульны помыслы из закаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагомных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет сиродой, и причистие имя Твое славится, во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатия Владимир, Некита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обраданная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод, чрева Твоего, и окородилась, и Христа Спаса и Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, животворящего Креста Господня, не оставь меня грешным, уповающим на Тебе. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победы на сопротивные дары Твое, сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помила отца моего духовного, родителей и сродника, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засима, Олипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора и весь священнический и иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церковь твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, дабы знали они, что над ними есть ты, царствующих и Господь господствующих. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нам здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, и Сера, Алексея, Иосифа, Романа. И пошли добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадовик, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Алеккину, и Рашир, пределы общих наций. Нашли новые души, побуди всех благовестием. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Ищадо их, Валентину, Алексею, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Андрея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, И всех, с кем мы познакомились через Слово Твое, Кому возвестили Слово Истины, Возри на угрозы врагов, На их злословие, поношение. В судный день не помени их безумия, Не дай им погибнуть. Благослови благодетели наших, Мы сдаем добром. Елену, Максиму, Владимиру, Евгению, Евгению, Наталью, Я от пьянства избавлю, Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя. И сохрани это наше сокровище, Сайт и форум, Что здесь есть, Итрудящийся Игорь, Илю Дмитрия, Виктор Гавриловна, Василия, Сергея. Посети болящих, Дай силы им все перенести, Пошли мы в исцеление, Облегчение в болезни, Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анна, Валентина, Валентина, Игоря, Иоакима, Екатерину, Акелину, Александру, Младенуся, Василию, Тамару. Ты их всех знаешь, Господи. Благодарю тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо ты сам сказал, что сошел дьявол, великой ярости, ища кого поглотить. Приведи нас всех до желаемой пристани царствия твоего и введи в него навеки. Аллилуйя. Найди все наше родство, евзокие, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, и Лену, Марию, Татьяну, отступник от Николая Михаила, наставь на пути истинного взросления, путешествующих, Раиса, Любовь. Упокою, Господи, в обителях небесных, усопших, отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И просим всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Ваучи. Свят, 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 Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу на земле, мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Господи Божий, за день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Владыка души моей, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Ты жизнь сделала осмысленной, имеющей ясную цель. И воздай вечности всем, кто трудился в моей душу и возрастанием ее. Морею, Михаила и Анны. Воздаем добром. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Покрой мафором любви. Господи, как Ты хранил нас в путешествии и защити наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дару и жилье Сергею говорил святитель Христов Никола, мир ликейский, чудотворец, образ крутости, бездержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ноя и Иосиф, Патриархи, Ездранеем и Амос, Наум, Исайя, Еремия, Варух, Иезеки, Ильосия, Иаиля, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иахов. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанные в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Валите Бога нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лукаян. Дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание и поступать по Нему, любя заповеди Спасителя нашего. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликармсменский, Устин, Философ, Космайдамиян, Андрей Стратилат, Ирон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкильский, Анфимник Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеим, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертания зверя, Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василия Великий, Григория Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, и премсерин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Коронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Имеподий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Фрискила и Акила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрие и стыдливость женам и девам и сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейство Евгений, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина, Иоанна, Аллилуйя, Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и серебролюбия не дашь тьми, Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне гробу Твоему, и Господи Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и же не осуждать и брата моего, яхо благословен, если во веки веков, аминь. Тут 12 поклонов, земные должны быть, а потом один общий, я не могу, у меня операция на подзвоночнике была, Боже, будь милостью ко мне грешным, Боже, очисти меня грешным, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, слава Тебе, Христе Божий наш, благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, помоги нам, Господи, дабы в радости встретить Пасху Христову, Боже, очисти меня грешного и помилуй меня, велики щедроты Твоей милости и долготерпения, пощади наследие Твое, Аллилуйя, Господи Божий мой, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в одни и в ночи, а дня рождения до сегодня, прости, Владыка, и помилуй, Аллилуйя, Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, срабролюбия, не дожни, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дару мне рабу Твоему, и, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веков, аминь. Господи, прими нашу молитву, возъявляя рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, и соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Так. Все, отрывай. Садись.